Всем привет, это SB1813 или ProSime. Продолжаем реакции. На очереди у нас сегодня такая группа, как «За Корею», их новый трек «Взгой» на Корею. Я уже делал реакцию, мне она очень понравилась. Более того, если вы смотрели мой список, точнее видос, где я говорю, собственно, мои списки лучших альбомов года, возможно, вы там увидели, собственно, Корею, и вам не показалось. Я реально включил их, собственно, последний альбом, который у них был вместе со славой, в список лучших Metalcore, да, плюс-минус команд. Потому что, честно скажу, от Кореи я давно вообще не слышал такой бедноты, потому что при всем уважении к предыдущим вокалистам, да, очень крутым вокалистам Кореи, но вот эти все коллипсы и так далее, такой проходняк был, вот дай бог. Но вот именно вот последний их альбом, все, что они сейчас делают, прям очень круто, я очень доволен. Считаю, что Корея сейчас одна из тех вот именно русских групп, которые, типа, ну, вполне себе на вершине, да, и которые реально что-то делают, потому что я был в какой-то момент, когда они нифига толком не делали, опять же, были все эти коллипсы, когда они выходили, как-то так очень странно, то есть он вроде вышел, вроде не вышел, никого не рекламе толком. А вот именно с последним альбомом, не знаю, или это из-за того, что к ним слава пришел, и состав практически весь сменился, или же нет, понятия не имею, я как бы в кухне не копался, но мне нравится, что вот эта группа реально живая, ты можешь ее посмотреть, типа, у них же, да, на канале, всяким там сторисам, интервьюшку вот недавно, наверное, не давали. Короче, все супер, мне вот нынешняя Корея нравится чуть ли не больше всего, на самом деле, сейчас, хотя вот ту самую-самую старую Корею с полюсами и так далее я, конечно, безумно люблю. Но я все-таки считаю это даже как разным, может, куком, то есть я их не сравниваю. Поэтому все вот эти нововведения новой Кореи я понимаю на ура. Хотя есть, конечно, хейтеры, которые, верните, вот эти какие-то там года, милазорские, да, не знаю, они же странные люди, но, ну, ладно. Короче, не видел, не слышал, только превьюшку с новым логотипом видел из Гоя, вот. Очень интересно, что там будет, там, опять же, комментаторы прям поделились, нам даже не на два, а на много лагерей, благодаря этому треку, но суперинтересно. Я надеюсь, что будет баллежно. Давайте, собственно, заценивайтесь кликом и поехали. На вот это вот лого я видел, оно очень понравилось, кстати. Лол, там маска с шоколадой на фоне была. Ого! Фига себе! Вы что там? Нормально, они так навалят. Супер внезапный проект начался, конечно, я вам хочу сказать. Ну, предположим. Я хочу сказать, что за собой идёт. Держать её, на что ты больше не отсид. И с каждым вдохом отжечь концов, ждёт ещё. Но мне понять, что этот пламенный воздух поможет всё нам рассказать. Ну, басиста у них такой крутой, конечно, вот этот. Вот вообще не ожидал от Кореи вот такого металл-пора, на самом деле. Прикольно. Вот это очень крутой момент, конечно. Нет, слушайте, Новая Корея охренительная. Чё бы там кто ни говорил. Они реально экспериментируют, экспериментируют прикольно. Действительно, я не понимаю, почему видео как будто растянуто. По вертикали. Ну, ладно. Может, это, типа, смысл такой был. Ну, прикольный момент ещё был. Ну, слава красавчику вообще, конечно, во всех смыслах. Так, ну что, вот мы посмотрели клип и послушали трек «Новый изгой» группы «За Корея». Ну, я, честно говоря, прям, не знаю, мне прям очень понравилось. Я понимаю, наверное, за что. За что может не понравиться. Там очень странное начало. И вот это, когда начинается Metalcore, можно такой, типа, о-о-о-о, чё-чё-чё, Корея, вы куда полезли? Но потом это всё переходит в очень крутой такой гроуф. И, типа, вообще, не знаю, не знаю, нормально. Охренительный припев. Припев, вот я видел людей, которым припев не понравился. Я не знаю, что вам не понравилось. Вот честно, от всего сердца говорю. Не знаю, что может не понравиться в этом очень крутом, взрывном, вспоминающемся припеве, который слава ещё и выдаёт. Наверное, 200%. Как бы, опять же, в очередной раз скажу, что я считаю вот его одного из самых лучших вообще вокалистов вот именно в металле. Ну, и таком, типа, Коре, да, сегменте. Потому что при всех его вот этих делах, да, и суперстранных моментах в прошлом, сейчас он намного... То есть он прям подрос во всём. Так что в плане припевов очень крутой припев. У него он прям что-то сразу запомнится. Я думаю, буду гонять этот трек уже на протяжении там ближайших... Ну, до Нового года точно, как минимум. На счёт остального... Ну, вот единственное, что прям так вот... Может, немножко странно, это вот этот металлкор. Но, с другой стороны, вы когда-нибудь вообще слышали металлкор-то от Кореи? Никогда такого не было. И тут они решили вставить именно просто кусочек. Это было прям прикольно, на самом деле. И что это не прям вот металлкоровый трек. То есть, ну, честно скажу. Вот недавно ещё у Сигмата вышел трек, знаете, я не буду делать у него реакцию, потому что новый трек Сигматы, он прям вот говно. Они ничего нового не придумали и сделали наитупейший металлкор, который они делали на протяжении там лет 15, наверное, который они все делают. Причём уважение к Сигмате, на который я даже ходил и кто-то слушал. Мне их сейчас просто неинтересно слушать, потому что чуваки просто настолько стагнации находятся уже много лет, потому что они ничего, кроме тупого металлкора, сделать не могут. С другой стороны, Корея, которая любит меньше, на самом деле, людей, которые делают совершенно что-то новое. И металлкор, как таковой, который никому не нужен, они вставляют просто как фишку. Вот учитесь у Кореи, как надо делать, хотя бы как бы русские группы, да? И всё остальное. Вот опять же, запоминающийся припев, какие-то прикупы после момента с металлкором. Очень крутой, там, уковый такой, не знаю, мне очень понравилось. Даже с диссонансами. Очень круто бас у них звучит. Бас у них, наверное, в плане баса, это лучшая, наверное, группа России, которая вот именно звучит, вот именно в плане металла. У них очень крутой басист, прям вот его слышно, все вот эти вот его фор. Не знаю, в Корее у меня нет вопросов. Это лучшая группа России, если так подумать. Опять же, вот в корр-сегменте, да, вот в таком типе. Потому что у них всё очень хорошо звучит, это всё очень идейно звучит, по крайней мере, вот здесь именно последний альбом. И, честно говоря, я даже не хочу сравнивать со старой Кореей, потому что, опять же, это совершенно уже другая Корея. Это не Корея, не колесница, да, которая всем нравится. Все ждут, опять же, вот этих колесниц, опять вот этого джента непонятного, который был полностью как бы стырнут у кессерактов. Но как бы хрен с ним. Как бы был и был, но такой не будет Корея, потому что такой джент никому не нужен. И уж тем более никому не нужен вот этот хаотик-хардкор, который они играли совсем раньше с Пиджеем. Опять же, кому нравится Пиджеем, идите слушайте Аскезу. Кому нравится, как их зовут, которые, собственно, в Инвертор, да, идите слушайте. Там тоже совершенно другая музыка. Наряду, кстати, скорее Инвертор. Вот у меня сейчас две, наверное, самые любимые русские группы. Но именно вот оригинальная вот эта, получается, Корея, она офигенная, не знаю. Все супер. И клип, ну, это единственный клип странный, и он растянутый, почему-то оказалось так. Так должно быть или нет? Маск-шоколай там на фоне тоже. Не знаю. Это было странненько. Тут я, наверное, больше все-таки слушал трек, даже клип, но в целом это был прикольный, прикольный. Короче, суперреспекты Кореи у меня летят. И вот то, что они сейчас последние с альбомом. То есть, как к ним слава прошел, они реально пошли в гору. Так ли это было задумано именно благодаря Славе, или же он там все-таки как вокалист выполняет свою роль, а остальное вот там гитарист там, кто сидел и, да, кто придумывал это все, чтобы оно звучало так круто, как оно должно звучать. Не знаю. Возможно, кто-то будет со мной не согласен и скажет, типа, чувак, ты слушаешь жопу, но может быть неправда. Но мне прям Корея Новая очень нравится. Реально, как по мне, вполне достойный. Так что вот так. Короче, все. Спасибо, что посмотрели ракцию. Слушайте, что вам нравится, нравится, что вам все знаете. Будем ждать нового от Кореи, потому что вот это прям супер. У них вроде в следующем году что-то уже собирается, как они говорили. Очень надеюсь, что да, потому что если будет опять же вот так же круто, то по альбому они на изи залетят. Надо будет на них сходить. Вот теперь я точно хочу на них сходить. Короче, ладно, все. Я пошел, и пока. Продолжение следует...